Приветствую вас, давайте разберем ваш вопрос. Я всегда замечал, что мой характер сильно отличается от характера других людей моей национальности. Окружающие имеют одни и те же типичные черты характера, в частности, касаемые отношения с деньгами и уровнем общительности. Вот я единственное в своем окружении выделяю с полной противоположностью. Если все вокруг транжиры, то я экономистка. Все общительные помещены на черепитеях на работе. Я делаю это через силу, только ради того, чтобы мне не говорили, что я необщительный, я отрываюсь от коллектива. Они сидят и разживают над своими приколами, мне зачастую не смешно, хочется поскорее уйти. Мне всегда стыдно за свою необщительность, но сделать ничего не могу. Все эти женщины, которые получат в кредитах каждые три недели, рисуют брови на 10 тысяч, смотрят на меня, как на белую ворону. Я считаю, что это стоит рата денег. Со скобкой генеалогического древа показалось, что в моем генофонде 50% другой нации, о которой я не знала, но по сути не понимала, почему я смоглее других. И вот я слышала, что нация влияет на характер, но про вторую нацию не знала и жила всю жизнь как первая нация среди таких же, то есть с культурой второй нации вообще не знакома. И возник вопрос, может ли для каждой нации быть свой характер заложен в генах и передаваться по генам, и могу ли я эти черты унаследовать? Да, конечно, конечно, могли. Безусловно, безусловно, в крови и в генах присутствует некоторый код, который определяет, скажем так, структуру вашего подсознания. И в рамках этого подсознания, в рамках этой, так скажем, сети, вот, если можно так выразить, если это слово применимо, в данном случае, к тому, о чем мы говорим, вы, конечно, могли унаследовать какие-то особенности своего поведения. Вот, судя по тому, о чем вы говорите, на всякий случай скажу, что я абсолютно лоялен ко всем нациям, абсолютно лоялен к любой расе. Вот, ну, судя по тому, что вы говорите, а именно про смуглость, так скажем, своей кожи, вы, как бы, полагаете, что вы, ну, значит, причисляете себя к, так скажем, некой восточной культуре. Вот, предполагаю, так, предполагаю, потому что говорить, например, о, допустим, смуглости кожи, например, в рамках культуры, ну, Африки, да, наверное, здесь не совсем умер. Вот. Хотя об этом вы ничего не говорите, и гипотетически можно, конечно, предположить и это. Но я, скажем так, несколько сомневаюсь в том, что, ну, в том, что мы говорим здесь именно об этом. Я все-таки думаю, что мы говорим про восточную культуру. Так вот, в восточной культуре действительно присутствуют, присутствуют такие проявления, скажем так, характера, в том числе проявления женского характера, да, как вот скромность, значит, трудолюбие, некоторая такая закрытость, вот, и, ну, наверное, можно сказать практичность. Вот эти вот, вот эти, эти черты, да, эти особенности, они действительно присутствуют у женщин тех национальностей. Естественно, не у всех. Естественно, не у всех. Естественно. Естественно. Несмотря на культуру, несмотря на, скажем так, традиции, я бы не сводил характер, только лишь к ним. То есть я бы, я бы все-таки, наверное, как-то, как-то, вот, видел, видел бы здесь что-то вроде сочетаний, то есть я бы видел здесь что-то вроде такой смеси, коллаборации, если угодно. Вот, я бы не сводил бы весь ваш характер, ну и, в принципе, характер какого-то любого человека, я бы не сводил к только вот национальностям. Я бы, я бы, я бы не сводил, потому что, мне кажется, мне кажется, что это было бы, ну, на мой взгляд, на мой взгляд, это было бы, это достаточно узко, узко. Вот. А, как бы, прежде чем говорить о, на самальных особенностях стоит посмотреть, является ли ваша необщительность, вот то, что вы называете необщительностью своей, А, является ли ваша необщительность результатом, не является ли ваша необщительность результатом, скажем, 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 скажем так, некоторых возможных психологических проблем. Это очень важно увидеть, это очень важно подтвердить, потому что, ну, проще всего, наверное, да, сказать, что, а, ну вот, вот, у меня такая национальность, поэтому я вот веду себя вот так. То есть, ну, наверное, это не совсем было бы, а, с моей, с моей точки зрения, это не совсем правильно, вот, потому что, например, вас, ну, волнует, вас волнует, а, что могут подумать о вас люди, вас волнует, что думают о вас люди, вы делаете какие-то вещи, что, чтобы, ну, вот, чтобы о вас как-то не подумали, И, на мой взгляд, это, конечно, является результатом, все-таки, скорее, скорее, это является результатом психологических, ну, психологических трудностей, вот. Но не связано это конкретно, не связано с национальностью, вот. Да, то, что вы говорите, например, по поводу того, что вам там что-то неинтересно, то, что вы говорите по поводу того, что вам неинтересны какие-то шутки, шутки и приколы, и, да, это действительно может быть разница в восприятии, потому что вам, вам просто, может быть, это шутки, да, вот. Юмор, это на самом деле такая сфера, где, в общем-то, как раз таки проявляются традиции, и проявляются, как бы, культурные особенности, вот. Потому что владение контекстом, а юмор, это как раз таки управление, это как раз таки владение, это восприятие контекста. Так вот, это всё, вне всякого сомнения, является проявлением культурных особенностей. Но то, что вы беспокоитесь по поводу мнения, ну вот, условно говоря, людей о себе, всё-таки, всё-таки вот это конкретно свидетельствует о том, что у вас есть комплексов, вот. то, что вы не чувствуете себя, условно говоря, свободных, да, так же свидетельствует о том, что у вас есть комплексы. И это уже является, ну, так скажем, результатом непосредственно вашего опыта. это является, так скажем, результатом вашего собственного взаимодействия с, ну вот, значит, ну, внешним миром. Вот, и как бы это, ну, на мой взгляд, на мой взгляд, это совсем другое. Вот, поэтому я бы не, я бы не смешивал бы эти две вещи, вот, скажем так, в этих частях. Вот, я бы всё-таки постарался бы как-то разграничить это, вот. Кроме того, кроме того, кроме того, вот есть, например, допустим, есть такая особенность, да. В одном любую особенность, какую-нибудь традиционную особенность, ну, например, пусть это будет, скажем, ношение на голове, допустим, сосудов с жидкостью, да, вот допустим. И если мы говорим об этих вещах, то никому не придёт в голову, я имею в виду из представителей, вот такой, скажем так, культуры, да, никому не придёт в голову, подвергать это сомнению вообще. То есть это сомнению не подлежит. Это абсолютно неестественность. Так вот, на мой взгляд, важно не путать то, что является абсолютно естественным для человека, и то, где человек чувствует, что он как бы напряжён, где он чувствует, что ему, ну вот, скажем так, стоит каких-то усилий достаточно, достаточно серьёзных усилий, да, ему стоит как-то вот действовать, значит, что-то делать и так далее. То есть характер же проявляется как раз таки больше там, где естественности меньше. где я напрягаю волю свою, где я думаю, где я применяю, ну, применяю, так скажем, выбор свой. Вот там больше мы традиционно говорим о характере. Потому что характер, это то, ну, это представляется, по крайней мере, более таким осознанным, что ли, характером, представляется более, ну, поверхностной, так скажем, настройкой человеческой личности. Нежели чем, значит, ну, какие-то вот традиционные моменты, да, то, что, ну, можно назвать генетическим кодом, так скажем. Вот, поэтому я бы, я бы, конечно, вот этот момент здесь постарался бы зафиксировать, потому что это, ну, на мой взгляд, не одно и то же. Вот, и я, я, как бы, рекомендую вам в общем, ну, в общем и целом подразделять это тоже. И, как вы видите, довольно сложно это делать. Как вы видите, довольно сложно, может быть, дифференцировать эти вещи. Довольно сложно, может быть, отграничить одно от, ну, от другого. Ну, довольно сложно это сделать. Поэтому, на мой взгляд, вам имело бы смысл самой в этом не разбираться. Именно ввиду того, что, ну, довольно легко можно в этом потеряться, заботиться, вот, и сделать себя еще хуже. Сейчас вы, по моим ощущениям, занимаетесь тем, что пытаетесь объяснить, ну, вот, свои комплексы. Как бы, ну, чем-то объективным. Вот. Это не самый лучший, это не самый лучший вектор отношения к себе. Это не самый лучший способ обратиться с тем, что, ну, вам важно с тем, что вам ценно и с тем, что вам дорого. Вот можете мне просто в этом, в этом смысле поверить, хотя, безусловно, ну, как бы, верить мне, понятное дело, вы не обязаны. Верить мне вы в этом смысле не должны. Вот. Вопрос серьезный, вопрос достаточно важный для вас. Вот. И хочется его, ну, по возможности, все-таки, как-то, ну, более, не знаю, более адекватно, что ли, разрешить. Сейчас это сделать, на мой взгляд, невозможно, потому что мало информации, нужно вот с вами поговорить, да, нужно вас понять. И, соответственно, уже исходя из этого, можно будет это скорректировать. На этом все. Я надеюсь, что помог вам. Буду благодарен за обратную связь по моему ответу. Это позволит вам начать над собой работу. Желаю вам всего самого доброго. Удачи и обращайтесь за помощью. Вам она пригодится.